Хорошо, я могу только читать, наверное, что я не буду объяснять, почему. Давайте мы начинаем уже, да, значит, Куф Мэм Далет, действительно, это Мишна, которая в конце нашего всех перке, вот, это уже подводим такие итоги, у нас это Мишна, следующая будет, похожая. Да, это величие Торы, как мы уже говорили, что в перке, вот, пять глав было, как пять книг Торы, Хамишах Мшей Тора, так пять глав в перке, вот, мы это закончили, мы в шестой главе, шестая глава дополнительная к изучению Торы, и просто намекает на устную Тору она, и величие, и так далее, что она делает для нас, что мы делаем с ней, в ней, и мы тут выделяем семь моментов, все взятые из книги Мишлей, царя Шламу, я читаю, не буду ничего объяснять, пока мы не дойдем до того места, которое уже надо объяснять, но я начинаю сначала. Гедула Тора, шеи нотенет хаим леосеха, ваולם הזה, ваולם הבא, шенэмаб, ки хаим хэм ле муцэй хэм, улэхол бешаро марпэ, воомер, второе, рифу тэхи ле шареха, ва шикуй леосеха, и третье, воомер, эцхаим хи ле махзиким ба, ле томхэха муушар, и четвертое, воомер, ки левият хэн хэм ле рошеха, ванаким ле гаргаротеха, и пятое, теперь, умер, титэн ле рошха ле вият хэн, это ле рош, теперь, атере тиферет тема генека, значит, тиферет, я тут начинаю уже немножко говорить, потому уже объясняли в прошлый раз, но я уже начинаю что-то говорить, значит, ле рошелха, это должно быть ле вият хэн, это рош человека, голова, это его устремление, знает зачем, куда он идет, и знает, где он находится, куда идет эта хохма, знает, где он находится, и как все устроено, это бина, если у него есть хохма и бина, то у него есть достаточно, чтобы дальше уже реализовывать это, и поэтому это хохма и бина, а дальше реализуется через хэст, гурати, ферет, нецахот, ясот и малхот, так это у нас рош, так титен ле рошха, чтобы у тебя было в голове, на голове, левьят хэн, дословно, некое украшение, вино, корона, все, что хочешь, называется левьят хэн, потому что это вызывает хэн в глазах неба, то есть приясненность, а центру твоего реализации это гуф человек, он через гуф это делает, это называется тиферет, хотя мы знаем, что у нас сферот 7, 6 и еще 7, но центральная из них называется тиферет, потому что она в себе содержит все качества других всего, поэтому тиферет это центральная, или гуф иногда называется, и с точки зрения устройства неба, то это тиферет означает на небе, это тот центр, который как бы влияет на нас и делает все, называется тиферет, и как мы учили у Од-Юсеф Хай, у Раф-Пенниш Хай, что тиферет, еще когда мы говорим Акадош Баругу, то это мы это качество всегда имеем в виду, что там центр всего, это Акадош Баругу, а у нас наш народ, это что? Мы получаем от него, и мы называемся в наших книгах Нук, называется, женская сторона мира, это Нук или Малхут, так что надо, чтобы этот тиферет в нашем деле, в нашей работе имел Атара, то есть украшение, чтобы мы не просто что-то делали бессмысленно, чтобы мы оделись в хорошие одежды, правильные, и тогда это будет Атерет Тиферет, и это будет нас защищать, эта одежда будет нас защищать, какая одежда мы на тиферет одеваем, все другие сферот, хесет, гура, нец, охот, тисот, все вокруг этого самого тиферет находится, эта одежда, она нас защищает, потому что если у человека все в голове хорошо, и он делает даже правильно, но он не делает хесет, как он может защититься тогда, если у него, мы же все делаем ошибки, если человек делает ошибки, какое у него по отношению к небу, что он может сказать, если он делает хесет, ему есть что сказать, он может сказать, что как это, и не, я же помог людям, я сделал это хорошо, это хорошо, это маген, тут говорится маген, Атаря, она становится Маген, Атаря вокруг Тиферет становится Маген, и точно так же гура, что такое гура, как она может защитить человека, он говорит, что я был в трудных условиях, я устоял, я, значит, был где-то и видел вкусную еду, и я ее не ел, потому что она была не кошерная, а я был даже немножко голоден, у меня, конечно, не то, что я был при смерти, тогда уже можно было бы кушать, а я был просто голоден, ничего, удержался, продержался целых полтора часа без еды, и в Сааме, конечно, гура очень высокая, это шутка, но суть вы уловили, да, все, что такое гура, так это все защищает человека перед небом, если на него кто-то сверху смотрит с увеличительным стеклом, ну-ка, ну-ка, что ты делал, как ты жил, так сейчас посмотрим на тебя, как следует, как ти ферет, голова все есть, знаю куда, знаю как, все абсолютно, как называется соблюдающий религиозный еврей, все хорошо, а где твой хесель? А, хесель, что-то вроде я сделал когда-то, мне кажется, кому-то помог позапрошлым году, не помню кому, но по-моему помог, вот это все такой разговор не годится совсем, ты хочешь, чтобы у тебя был могель, так нужно окружить свой тиферет всеми другими качествами, и через них сказать, у меня вот это, это и я, хорошо, понятно, да? Так, где мы находимся? Да, илуша, так, книг нет уже, да? Нет, 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 да, это хороший признак, что нет книг, да, это значит, что есть люди, Когда есть книги, нет людей. Когда есть люди, нет книг. Например, Хесед, я знаю, как есть, да? А как есть Год? Все вопрос слышали, да? Хесед все знают слово. Глурай только тоже сказал, тоже знают все слова. А, например, Год. Правильно, у нас есть Год такое дело? Есть Год. Как быть Годом? Как окружить себя Годом? Как вот? Я ничего не знаю. Я так моделирую. Я, например, ничего не знаю. Да? Но я знаю Хесед, я знаю Год. Так я должен немножко думать, исходя из того, что мы уже знаем. Что есть в мире, когда управление мира с неба было создано, то тогда управление мира существует таким образом, что есть правая сторона, которая все время оттуда что-то идет. Через правую сторону. Мы хотим подключиться к этому. Мы хотим, Лейдамот, Ля Кадожба Ругу. Правильно? Мы также хотим и так, как он. Так если от него идет все время эта правая сторона, то мы должны тоже использовать правую сторону и все время давать. Поэтому правая рука у человека сильнее левой. Потому что правая должна давать. Значит, я знаю, что такое Хесед. И что такое Нецах? Что такое Хесед? Я отдаю что-то. А Нецах, это значит, я должен преодолеть то, что я отдаю. Мало давать. Например, чтобы дать что-то, нужно, например, преодолеть себя. Пелефоны все выключали. Кресет. Значит, на днях он написал ответ. По вопросу, там, давать, не давать. Да, кушать, я уже не помню. Но это было неделю назад примерно, несколько дней назад. Что-то такое. Но я часто, не помню. Какой-то ответ я показал, что нужно там так правильно себя вести. Вот буквально, только за коем. По-моему, это было в четверг, когда я нужно было поехать. Вот мы поехали в четверг к детективе. Выхожу из дома. Помните эти мешки тогда? Выхожу туда. Приходит человек какой-то, который говорит, что ему на свадьбу нужно деньги. У меня есть моя сумма, которую я даю каждому, кто приходит. Ты-то подумал, если написал такой ответ, что нужно как следует давать. Значит, я должен ему дать бы Айн-Яфа. Ему повезло. Я дам в три раза больше, чем обычно. Вот. Не знал, был доволен. Нет, никогда никто не доволен. Пронышал всегда мажь. Но он же не знает мой норм. Но я ему дал в три раза больше. Потому что неудобно. Я только что написал ответ, и тут к дверям кто-то подошел. То есть это ясно, что с неба прислали. Поэтому некому не было делать. Это просто факт. На прошлой неделе. Это называется Нецов. Есть Хесед, желание. Нецов тоже с правой стороны. Нецов это победит. Надо это желание так, чтобы оно было сильным, чтобы он могло победить. Потому что у человека есть много поводов подумать, что может быть не надо это делать. И вообще времени нет, и вообще того нет, и вообще того нет. И тогда Хесед у нас зависает в воздухе. Но я хочу дать. И тогда, если это объективно я не смог сделать, то Всевышний записывает, как будто я сделал. Но на небе же видно, что я мог дать эти деньги. Поэтому я желание ему дать, а потом тяжелые раздумья, а стоит ли, а он уже уйдет к этому времени. Так я же хотел ему дать. Не поможет, потому что я мог в ту же минуту дать. Поэтому надо было дать. Это называется Нецов. Я не говорю, что у меня были эти лаптует, эти переживания, потому что у меня наоборот. Я был весь на подъеме после написания этого ответа. Так у меня не было сомнений, что пришли меня проверять. Сразу Мифхан. Экзамен на месте. Вот. Это Нецов. Теперь возвращаемся к вашему. Вот, как мы говорили, Гвура. Это возможность устоять. Гвурак. Это возможность Дин. Я знаю, что, как бы то ни было, у меня есть, например, я знаю, что Алпидин. Мне надо учиться. Просто я моделью. Я не говорю сейчас о себе вообще. Не важно. Надо учиться, допустим, два часа в день. Это моя граница. Я себя определил. Два часа в день. Или мне учитель определил. Не важно как. Человек знает два часа. Теперь. В жизни непросто. Но он крепкий. И все равно он учится два часа в день. У него есть Гвура. Он уже не тряпка. Правильно? Он все-таки два часа в день. Но жизнь совсем непростая. И сегодня так уже было, что у меня столько отвлекающих было моментов, что у меня нет на два часа. Нет времени эти два часа заниматься. И тогда, несмотря на это, я склоняюсь, как говорится, сгибаюсь под чарость обстоятельств. Гвура у меня действует. Но я сгибаюсь, потому что обстоятельства все давят на меня и давят. И, несмотря на это, я смогу устоять и даже выпрямиться. Это называется Гвура. Гвура – это желание не сдаваться. Это Гвура. Без Гвуры год не сработает. Но поскольку обстоятельства жизни очень часто бывают труднее, чем мы планируем, то год – это обстоятельства склониться, но не сломаться. Разница большая. Гвура – это желание не сдаваться вообще. Я и не сдаюсь. Но обстоятельства, и они меня давят, и я уже сгибаюсь, и все, но у меня есть качество вернуться обратно. Это называется Гвура. От слова Гет – Эхо на иврите. Правильно, да? Эхо на иврите Гет – Эдим – Эхо. То есть как Эхо возвращается обратно. Это Гвура. Качество, даже согнувшись, вернуться. Есть полно людей, которые согнувшись, не возвращаются обратно. Сломались и все. Можно и ходить так согбенным. Не ломаться, но ходить согбенным. Это, а нет, год требует выпрямиться. Значит, у него качество год не работает. Если он согнулся и не выпрямился, это не год. Вот, это значит, мы сходы разобрали, да? В общем, этот человек себя окружает. Тефер этот окружает себя. Все тут говорится. И этот Атарали Теферет будет маген для человека. Потому что ему есть что сказать. Теферет работает. У него все ясно. Он знает, что он хочет. Знает, как. Знает, что нужно запустить в жизни. Все знает. Верхняя часть, там, где знания, вот это, хохма и бина. У него все работает, все у него хорошо. Левиад Хен, есть у него, а маген у него не создан. Он должен создать себе маген с помощью этих качеств. И еще мы идем Продолжаем дальше из Мишлей В прошлый раз говорили об этом Во мне в Торе увеличатся Твои дни Мы говорили это годы жизни В смысле количество его Количество его Количество В Юсифуле хашнот хаим Шнот шалхаим И прибавит тебя Тебе что Шнот хаим Шана мипхинат всегда щенует И добавить к качеству Ты будешь менять свою жизнь Не только будешь долго жить Но у тебя будет еще шнот хаим То есть у тебя будет изменение в жизни В чем это би В Торе В Торе ты можешь найти силу, мудрость и прочее И на увеличение Продолжительности жизни И на увеличение Качества жизни В смысле изменения Когда спрашивают всегда Ну так это же смешно Мы видим что Весьма праведные люди Определенные Не живут долго Есть которые живут долго Есть которые не живут долго Так если бы Видели что все живут Долго Тогда все понятно А явно не живут долго Нам не надо далеко ходить Величайшие из величайших Среди нас До 40 лет даже не дожили Я взял 40 лет Как минимальное такое Чтобы для человека Фактически Надо жить так Как у нас говорится Шнот хаим Человек это 70 лет 60 это тоже не так плохо Но 70 считается норма жизни человека Все что выше подарок Но они какие там 50 Какие там до 40 лет Не дотягивают Мы говорим об очень больших людях А река дождь Например Так где это написано Так где же видно Киби Ви Арифметически смотреть 38 лет прожил Ася Рабинахмар Сколько прожил 36 36 36 36 36 36 Так как будто До 40 лет нет даже И если у нас еще целый ряд Можно назвать Так где же это Киви Тербуя Меха Тут очень интересно Тут не написано Шаним А написано Ямим А это не случайно Теперь в Торе Ямим это Шаним Очень часто Хотя нет проблем Но все-таки Не Шаним У нас же есть слово Шаним Так надо было Хаэй Сара Стока Шаним Мешана Сримшана Шевашана Так может было Здесь тоже написать Шаним Но почему Написано Ямим Когда Ямим Когда Шаним И Ямим Это годы И Шаним Это годы Ямим Это изменения Ямим Это просто Шаним изменения Ямим Это годы Но когда Ямим 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 Вместе Сколько Он сделал Шеву Это вычеркнуто Из его Прошлого В списке Если смотреть На его жизнь Там нет Этой записи Как сегодня Файлы С компьютером Нет Стерли файл И Этот Бин Все стерли Корзину Нет Ничего Ничего День Это новое Задание Так здесь Киви Ярбу Ямеха Это во мне Благодаря Торе Все дни Твои Будут иметь Смысл И даже Человек Прожил 38 лет Умножим На количество Дней Это будет Не важно Много Мало Нам трудно Судить Но это будут Такие дни Что тот Кто проживет 100 лет Это не будут Такие дни Каждый день Будет Настолько Блестящий Что Эти Количество Это дни Умноженные На 365 Дней В году Получаются Вот эти Там Тысячи Дней Бриллианты Хорошо У одного Человека Мешок По 10 Огород А у другого Человека 5 бриллиантов Тот-то Не понимает Берет Мешок Тот-то Понимает Берет Бриллиант Эти Ямим Как бриллианты Почему Потому что Би Во мне Человек В Торе Каждый день Бриллианты Я по Торе Не имею ввиду Как я выражаюсь На уроках Извините За выражение Протирание Штанов Сидение С книгой И холомот Только Ни о чем Человек не думает Не работает Ничего не делает Но сидит С книгой Довается Кадош 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 Спроси его Что он учит Не знает Кого обучает Неизвестно Что делает В жизни Не слышно Засекречено Все Тайная жизнь Тайная религиозная Жизнь Протирает штаны И никто Ничего не знает Вроде Утром Куда-то Приходит Неизвестно Вечер возвращается Утром Откуда-то Уходит Ну Знает Прекрасно Откуда Он уходит Он еще Навернул Завтрак И все Хорошо Известно Куда он уходит Ленивая Походка Я вижу Это каждое Утром Через окна К десяти Часам Пол одиннадцатого Не торопясь Внутри Не такой Это огромный Этот самый Такого Американского Типа Знаете С крышкой Такой Горячий Напиток Или холодный Со льдом Конечно Не торопясь Потом Пол первого Не торопясь Назад Потом В четыре часа Не торопясь Опять Потом В шесть Пол седьмого Не торопясь Опять Так каждый день Вижу этот режим Жизни Кадош 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 Спросишь Что он знает Это сидит Там что-то делает Это не Тор К Тори Не имеет отношения Тори Это значит Ты горишь этим И хочешь Это Каждый день Изучаешь новое И каждый день Делишься с другими людьми Любой способ Записался в тетрадку Это тоже Хорошо А ты уже Когда-то Рассказал Товарищу Еще И так далее Ты горишь Приходит Человек Гавдил С футбольного Матча Ты его не должен Спрашивать Ни о чем Он либо горит Либо Плачет Зависит от того Кто Но он готов Тебе рассказать Сразу Что он горит Приходит Из Койля И ничего Никому не рассказывает Вот вам Лакмус Своя бумажка Проще ее нет Ты приходишь Из Ешивы Ты приходишь Из Койля Почему ты не Рассказываешь Об этом Такие вещи Большие Пустейшие Разговоры Так она Женщина Зачем мне Рассказывать Это глупейшая Потому что Ты не умеешь Рассказывать Неинтересно А мужчинам Ты рассказываешь Тоже не рассказываешь Ты никому Не рассказываешь В главном случае Рассказал Что памперсы Дешевле купил Для ребенка Это высший Класс Уже Бесед Это Цитирую Автобус 402 Куда я там езжу Все разговоры Это про Гагис И оттуда Узну Такие прекрасные Вещи Все Мифца И им Все Я никогда Почти не слышу Деврейдера Иногда Кто-то Просто С лампочкой Сидит И читает Это и бывает Не часто Двадцать процентов Может быть Этим занимаются Некоторые Спят А другие Обсуждают Памперсы И Гагис И наполняют Меня знаниями Невероятными Три раза Проехать На автобусе Я много Узнаю Из жизни Но история Не узнаю Ничего Никто Не собирается Ни мне Рассказывать Ни другим Рассказывать Никому Рассказывать Причем Даже знакомые Между собой Они же Памперсы Обсуждают Что скажете Я тоже Знаю Я знаю А вот они А вы как Женские части Едет Не считаете Вы там Среди женщин Я среди мужчин Ешь Я обычно Сожусь на границе На границе На границе В пограничный Случай И там И там Ни пугай Ни пугай Почему Я не знаю Уже был богат Не путай нас Не запутай нас Я про Тору Сейчас хотел сказать Потому что мы же Находимся в Торе И нам говорится Что это Киви Ирбу Ямэх Это не протирание Штанов А человек горит Ничего нет проще Чем после футбольного матча Посмотрел Как он себя ведет Горит И так далее И так далее А кто где Не горит Вот есть Лакмус И бумажка Вот вся Она в этом Находится Тогда разобрали Понятно Почему Киви Ирбу Ирбу Ирба Теперь Даже если человек Проживет 38 лет Но если это Бетора Би Во мне В Торе Ямим Рабим Он прожил Потому что у него бриллианты Без Торы 10 огород Или еще Я скажу Здесь 5 огородов Которые уже там С трудом Банки принимают Нет Вывод Нет Есть Есть Таких Никто Не берет Даже Кушать Яд Да А бриллианты Еще берут А вы попробуйте Польский возьмем А проверьте Почему Вот Здесь Как я Вот Цитируется Мишлей Почему Как бы Не что-то А именно Цитаты А что У тебя Сердце Против Мишлей Нет Просто Мне интересно Почему Как бы Это же Не что-то Новое Как бы Цитируется Мишлей Здесь Не дается Комментарий Ладно Я понял Процитировал Мишлей И дали На это Комментарий Своё Ну Как бы Это просто Идет Цитаты Так У нас Во-первых Сейчас Несколько Ответов Один ответ Что у нас В обе стороны Все идет Одна сторона Это Мы берем Фразу Из Мишлей И хотим Ее Понять Лучше Будь то Это В Мишне В Гемаре В Медране Нам объяснят Рассказывают Если нет Нам еще Хахамин Расскажет Это В одну сторону В другую сторону У меня есть мысль Я хочу Свою мысль Подкрепить Тем Что сказано Кем-то Сейчас я не обсуждаю Почему именно Мишлей Кем-то В Торе В Танахе Или Танаим Там говорят Вот он сказал так У меня есть Моя мысль Я хочу Подкрепить Если Теперь Я подкрепляю И меня все Спросят А что Эта мысль Обозначает Сама По себе Я должен Ее объяснить Иначе Я не могу Ее взять Как подкрепление И тогда Все дни человека Бриллианты Так это Ясно Что для У всех Это Боламо Зеу Боламо Пседар Твой вопрос Мишлей Самый вопрос Мишлей Поскольку мы С вами Лозахину Изучать Книгу Мишлей Но все Слышали Такая книга В Танахе Кто автор Кто написал Ее Неправильно Я знаю Что сказать Шломо Я тоже Сказал А Кадош Барагу Это создает Но Через Шломо Это было Записано Поэтому Шломо Это Правильный Ответ Через него Записано Как Тегелим Через Давид Амел Записано Через Шломо Широ Ширим Мишлей И Когел Три Книги В Танахе Записаны Через Шломо Каждый Из них О своем Говорит Широ Ширим О связи Акадош Барагу И нашего Народа О том Что Это связь Центр Мира Она Вносит Огонь Свет И прочее И смысл Существования Мира Потому что Если Хас Вахарила Не будет связи Между нами И Всевышним Мир Сразу Теряет Смысл И будет Разрушен Мгновенно В ту же секунду Да сразу Поэтому Мы Как бы Поддерживаем Эту ситуацию Широ Ширим Об этом Говорит Когерит О чем Говорит Когерит Говорит О том Что такое Хохма Високая Хохма Не просто Это Когерит Собрал Людей Кегила Да Когерит Собрал Людей И говорит Им Что такое Хохма Что очень Высокая Поэтому Говорит Гевил Гавалим Все остальное Беседа Мы Лозахину Изучать Эту книгу Поэтому Не знаем Поэтому Просто Сказал Самый Общий Пропагалит Это Хохма А что Что такое Мишлей 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 Это Тора Это Машалим Который Словом Эр Выдал Целой Книге Что Такое Тора Как Как Понимаю Так И Как Я Понимаю Так И Все Что В Торе Говорится Это В Мишлей Говорится Это Взаимоотношения Человека С Тор Как Он Должен На Тор Смотреть Кто Она Для Него Что Она Для Него Как Ему К Подходить Как Отходить Как На Смотреть Поэтому В этом Месте Из Мишлей Надо Давать Например Потому Что Сама Вся Книга Мишлей Вся От Начала До Конца Написана Про Тора Но Вы Читали Может И Смотрели Про Тора Там Про Тора Особенно Не Помянута Там Всякие Мысли Машалим Всякие Мысли Вот Это Правильно Вот Так Вот Неправильно И Вообще Там Целая Серия Про Каких То Женщин И Про Каких То От Туда От Сюда Где Тут Тора Во В Лучше Пойти К Таким Женщинам Которые Дают Все Быстро И Просто Не Надо Стараться Там Выложил Х Денег И Уже Получил Инстант Называется Это В Реале О Чем Речь Идет Ну Что Он Не Говорил Про Таких Женщин О Чем Что Он Имел В В В Чем Так Пример Такие Там Целые Главы Про Этих Женщин Написан Почему Потому Что Вот Это Инстант Философии Прочее Это Книги Там Написаны На языках Которые Мы знаем Или На Иврите Тоже Если Человек Не Знает Других Языков Так Ему Услужливо Есть Полно Книг Философских И Прочих И Религиозных Из Чужих Религий И Рукотворных Вещей И Которые Не Надо Напрягаться И Там Тебе Будет Вещи Рассказ Там Тебе Душа Тянется К чему То Высокому Тебе Дадут Эрзац Другой Это Не Будет Тора Не Требуется Усилий Все Это В Рамках Заплатил 25 Шекелей За Книгу И Уже Читаешь И Доволен Эта Книга На Сам Где Это Чтиво И Она Не Войдет В Сердце Она Только Позволит Человеку Время Провести Буквально Как с Такой Женщиной Время Провести А Результат Не Будет Никакой Для Ума И Сердца Ничего Не Будет Поэтому Шкалом Медов Видимо Разбирался В Таких Вещах Говорим Такие Машалим Нам Да Вся Это Самое Машалим Это Про Той Все В Книге Мишлей Это Тока Той Хотя Там Написано Человек Щена Друг Правильно Да Да Или Нет Ну Конечно Вы Говорите Правильно А Я Просто Ничего Не Могу Сказать Правильно Нет Вот И Все Хорошо А Ты Стал Сомневаться Я Стал Сомневаться Так Это Три Книги Что Машалим И Вот Машалим Это Это Его Очень Серьезная Большая Книга Которая Он Зашифровал Там Все Очень Сильно И Прочее И Поэтому Говорится Что Он Самый Был Большой Хохман Из Всех Людей Живших Человече Человече Что Машалим Хохман Был У него Больше Всего Что Из Всех Живущих На Свете Литей Хохман Поэтому Когда Раби Лезер Дал Комментарии Своему Ученику Раби Аки Который Был Самый Большой Учитель В нашей Истории Был Раби Аки И Раби Лезер Был Его Учитель И Дал 400 Комментариев На Книгу Широ Ширим То Раби Аки Не Понял Ни Одного Комментария Он Дал Развернутые Комментарии 400 Штук На Всю Книгу Широ Ширим Не На 400 Разных Комментариях На Разные Слова А На Всю Книгу Вот Одно Вот Тебе Второе Вот Тебе И Все И Раби Аки Не Понял Ни Одного Комментария Так Это Раби Лезер Ему Так И Он Не Понял А Где Шлова Амеллах На Правильно За Тысячу Лет До Примерно За Тысячу Лет До Раби Лезера Мы Видим Что В Книге Широ Ширим Столько Всего Что Приблизиться Невозможно Если Раби Аки Не Понял То Что Уже Нам Светит С вами Нам Светит С вами Понять То Сколько Мы Можем Понять Это Всегда Нам Светит И Это Наш Подход Никогда Не Говорит Да Но Если Он 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 Не Мог То Что Я Мог Ни В Ком Случа Ты Пришел Сюда Тавкит Здесь День Начался Утром Вот Этим Днем И Занимайся Сегодня Утром Ты Читаешь Стараешься Понять Как Ты Можешь Понять И Так Далее Так Далее Вот Так Это Широ Ширим И Точно Так же Мишлей И Точно Так Когел Потому Что Книги Просто Мы Не Понимаем Какие У нас Книги К сожалению Мы Не Можем Соразмериться С Книгами Нам Эти Книги Наши Кажется Лучше Чем Просто Мы А Над Нами Чуть Это Книги Ясно Что Выше Чем А Настолько Выше Что Мы Даже Не Можем Понять Насколько Выше Понимаете Да Потому Что Мы Раби Аким Тоже Не Можем Понять Так Бекоши Можем Понять Только Книги Которые Написаны Там Последние 100-200 С Трудом Но Через Них Мы Можем Почувствовать Что Еще Еще Выше То В Омер Еще У нас Есть Орах Ямим Бимина Справа Торы Там Где Хесет Там Находится Орах Ямим Там Находится Продолжитель Продолжительность Лет Да И опять Конечно Сразу Вспоминает Это До Сорока Лет Не Дожил Это До Пятидеся Не Дожил Так Где Продолжительность Там Находится Ответ Очень Простой Проще Некуда Потому Что Мы Уже Знаем Слово Орах Продолжительность Там Где Было Яриху Ямеха Если У тебя Будет Кибут АВМ То Яриху Ямеха И Еще Торе Говорится Яриху Ямеха Если Ты Птицу Прогонишь Чтобы Взять Птенца Да И Поэтому Раби Лиша Бен Абу Я Он Видел Что Папа Сказал Сыну Поднимись На Дерево И Возьми Там Птенца Или Яйцо Сейчас Не Важно Тот Поднялся Отогнал И Погнал Спускался Он Упал И Насмерть Разбился Этот Больше мы его никогда по имени уже не называем Такого человека уже нет А он был один из четырех Который вошел В Пардес Раби Акивы Понимаете уровень этого Лиша Не мальчик Какой-то Из детского сада Пришел Понимаете На одном деле Споткнулся Арихут Ямин Это не в этом мире Арихут Ямин В мире Шекуло Арох Мир Который Длинный Там может быть Долгота Какая может быть Долгота Жизни В нашем мире Которая Ломаного Гроша Не стоит В нашем мире Стоит только то Что мы делаем Каждое дело Бесконечное Бриллианто Но продолжительности В Олам Азе Нет никакой Заранее известно Человек не может Прожить больше 120 лет По отношению К реалиям 120 лет Тоже Чепуха То есть Когда говорится О продолжительности Дней или лет Это вообще Никогда не имеется В ввиду Если Арихут Слово Глагол Арох Это только Олам Шекуло Арох Да это не может Быть иначе Потому что Нету Схар Митсвод Никакого Никакой Награды Заполнения Митсвод Нету В этом мире Это нужно Застолбить Себя Не знаю Как Каждое утро Не нужно Вставать И говорить Эту фразу Потому что Все эти Семинары И прочее Только обучая Человека Начал соблюдать Митсвод И тут же Повышение В зарплате Или тут же Это Только Начал Соблюдать Шаббат И тут же Здоровье Улучшил Только Кашрут Начал Соблюдать И тут же Стал Понимать Вещи Хорошо Это неправда Все Вополнения Митсвод Дают Большую Пользу Ясно Человек Будет Лучше То Что Соблюдать Но Ему Нигде Не может Быть То Что Можно Измерить В материальном Мире Все Можно Мерить Нигде Не Сказано Что Ты Меру Увеличить Зарплата Просто Яркий Пример Потому что Она Мерится Очень Деньгами Не Не Может Быть Связь Между Исполнением Заповедем И тем Что Можно Измерить Заповедь Нельзя Мерить Результат Нельзя Тоже Измерить А То Что Можно Измерить Не Относится К заповедям Если Будешь Больше Работать Глядишь И Больше Зарплата Будет Если Будет Случай То Глядишь И Будет А Может И Не Будет А Боже И Будет Но Кторик С Митцвот Это Не Связано Связано Только То Что Душа Больше Света Получает Значит Она Будет Больше Понимать Света И Поэтому Наши Хахамин Сказали Схар Митцва Это Что Есть Награда Это Митцва Это Значит Если Ты Делаешь Митцву У Еще Митцву Потому Что Сделать Митцву Это Очень Непросто Как В детских Книжках Говорится Человек Хочет Быть Гебор И Все Мечтает Когда Он Будет Сильный То И То Вот Был бы Сейчас Варян Пришел Бандит Я Б Его Тут Убил И Весь Город Про Меня Говорил Но Не Поворачивается Судьба Не Приходит Когда Придет Конечно Будет Под столом Сидеть Этот Мальчик Но Пока Он Размечтался А На самом Деле Гебор Это Совсем Не Там И Поэтому Мальчик Начиная С 13 Лет Чтобы Не Трогать Уже Несовершеннолетних Детей Или Девочка С 12 Лет Уже Может Гебор Только Это Не В этой Области Совсем На Митцву Там Где Схар Митцва Это Митцва Сделал Митцву Тебя Обязательно Вывернет Так Жизнь Что Ты Сможешь Еще Сделать Митцву И Еще Сможешь И Еще Сможешь Это Пожалуйста А Другие Награды Этого Нет Так Поэтому Говорится Ве Омер Орах Ямим Ве Имена Продолжительность Твоих Дней Справа Торы Там Где Хесед Потому Что Каждый Инян Шел Хесед Увеличивает Твои Дни Но Только Где Там Дни Я Хочу Увеличить Дни Свои Хорошо Улам Аббай Я Уже Понял Но Улам Аббай Хочу Как Два Каша Ты Делаешь Хесед И Тебе Там Уже Отмечается Это И Поэтому У тебя Совершенно Другая Жизнь Там Будет А как Ножна Дни Увеличить Улам Аббай Там Ж Как Помериться Они Там Не Заканчиваются Мы Уже Говорили Что Йом Само Слово Йом Это Качество Мы Говорили Что Шана Это Шинвы Это Изменение А Йом Это Качество Поэтому Каждый День Он Имеет Только Некое Одно Качество И Если Проходит Уже Все А Татав Влам Аббай Это Качество Другое И Нет Небольшой Секрет Каждый Понимает Бардат Понимает Что От Жизни Здесь Зависит Жизнь Там Тоже Даже Если Все Люди В этом Городе Будут Иметь Хелик Но Ясно Что Место Будет Разное Потому что Иначе Будет Несправедливо Единственное Что Мы Не Знаем Как Талмуд Прямо Говорится Мы Не Знаем Точно Какое Место Будет У Кого Никто Не Может Сказать Про Себя Или Про Кого То Какое Место В Лам Аб Говорится И Вернулся И Выразил Своё Впечатление Одной Великой Фразой Олам Гафу Храити Все Что Думал Так Там Было Наоборот Какой Там Тихий Сапожник Сидел Вместе С Шлом Ам Что это Такое Что Вообще Такое Я Ходил По этой Улице 50 лет И Ни Разу Не Замечал Он Сидит Там Шлом Ам Вместе И Называется Олам Гафух Это Выводы Которые Сделал Наш Большой Амора Учитель Из Талмуда Что Такое Олам Аб Называется Олам Гафух Потому что Мы знаем Что Здесь Олам Ашекер Там Олам Как Называется Эмет Не Может быть Эмет И Шекер Похожи Правда Шекер Это Шекер Эмет Это Эмет Поэтому В нашем мире Мы Только Видим Шекер Там Мы Видим Эмет Там Может Гафух Все Не Так Как Мы Думаем Я Собраться Всем Ясно Все Хорошо Значит Ямим Все Будут Хорошие Длинные Там Волам Аб Это Нет Проблем Но Где Ты Будешь С Этими Ямим Зависит От Качества Этих Ямим Это Не Так Как Ты Думаешь Там Кто Думает Этот Великий Человек И Так Далее Смотри Как Много Тора Знает Сколько Он Делал Все Прекрасно Видимо Явно Будет Сидеть На Самых Высоких Местах А Почему Нет Что Такое Лам Гафух Потому Там Измерение Будет Не Потому Сколько Он Сделал А Потому Сколько Он Мог Сделал И Не Сделал Не Под Вине Что Собстоятельства Плохие Посадили Его В Гулаг Что Он Там Может Делать В Гулаг Он Выкинуть Из Сука Все равно Что Некошерное Но Выкинуть Кусок Свинины Из Баланды В Гулаге Эквивалентно Глад Кошер В Иерусалиме Ясно Почему Да Потому Что Там Ты На Границе Жизни И Смерти Выкинуть Кусок Это Опасность Если Пикох На Эфиш Ты Нарушил Тору Нельзя Но Если Не Пикох Ты Просто Выкинул Чтобы Да Ты Будешь Более Голоден Но Ты Будешь Знать Что Я Помню Что Есть Кошрут Что Всевышний Запретил Нам Кушать Свинину Не Важно Что Весь Суп На Свинине Сделан Это Уже Не Мое Дело Я Там Арестован Понимаете Мне Нет Своей Жизни Свободы Нет Выкинул Этот Кусок Один Я Помню Что Я Привязан У Нельзя Кешер Макадош Баругу И Сива Торы А Человек Может Ходить С Гладкошем И Для Него Это Просто Бытовые Правила Ясно Что Он Кушает Гладкош Он Никогда Не Думает Что Это Кешер С Акадош Баругу Я Не Буду Тут Изгаляться На Эту Тему Больше Тоже Совсем Нехорошо Понятно Что Кешер У Того Сидит В Тюрьме Это Кешер Кушает Совершенно Какое Дикое Некошер Блюдо Но Он Кешер А у Этого Не Кешер А у Него Гладкошем Я Говорю Сейчас Кашрут Обсуждаю Как Пример И Так же Шабар И Так же Все Что Хочешь Опять Здесь Написано Лифум Цара Помните В конце Четвертой Пумновы Лифум Цара Агра Лифига Цар То 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 Цар Это Страдание В смысле Усилия Лифи Цар Агра Это Все знают Разговорное Врительство Это Плата То есть Награда Не потому Что ты Сделаешь А какие Ты Усилия На это Потрат И Так Оценивается Ямим Поэтому Ямим Мог Быть Такие Много Одного И Много Другого 38 Лет Тут 38 Лет У него Но Только Здесь Бриллиант Это Качество Другое Цар Акадор И Прочее Я Просто Так С потолка За 38 Лет Какой У него Цар Где Там Виден Его Цар Достоился Илья Навим Открыл Такие Вещи Где Там Цар У него Там Один Только Пример Значит Сам Илья Навим Сказал Прийти В Цфат И Передать Хайму Виталию И Вокруг Были Еще Ученики Где Тут Цар Ну Он мог Не прийти Но Он Пришел Тяжело Ушел Из Безоблачной Жизни В Египте Тесть Богатый Человек Это Полез Для Всегда Безоблачная Жизнь Только Тора Занимается Все Бросил Пришел В Цфат В Нищету Но Это Еще Не Цар Ладно Мы Тоже Не забываем Оценить Кстати Что Он Кукался В Роскоши Ему Не нужна Была Никакая Роскошь Жил Совершенно Скромнейшим Образом Он Знал Что На Завтрашний День Всегда Есть Пришел Сюда Неизвестно Оставим Даже Это Такой Цар Попробуйте Уложить То Что Он Имел Зная Что Он Заболел Зная Что Дело Плохо За Один Год И Десять Месяц Все Передай Знаешь Что Не Передаешь С Тебя Спросят Каждый День С Тебя Будет Спрашивать Как Ты Был То Жить 24 Часа В Сутки Сверх Эффективно И У Него Есть Шар Каванот Просто Вам Интересно Шар Каванот Там Где Каванот Шмай Сраэ Много На Эту Тему Там Есть И Он Там Пишет Что Мы Утром В Шахарите Обратили Или нет Внимание В Сидури Есть Два Раза Шмай Сраэ Одно Центральное Которое Мы Знаем Но Там Где Карбанот Там Тоже Шмай Сраэ Так Он Пишет Почему И Там И Нужно Всего Получается Четыре Раза Два Раза Утром Вечером И А Почему Четыре Раза Это Имеет Отношение К четырем Большим Вещам И Все Это Он Расписывает Где Какой Свет Где Какое Значение Что Происходит При этом И Говорит Что Раньше Большие Люди Они Утром Приходили На молитву Они Молились Так Чтобы Шмай Шмона Исрея Уже Читать Время Ане Цахама Восход Солнца Так Что Читали Тфилу Дуэн Так Что Подойти К Шмоне Исрея Ровно Когда Солнце Походит Это Так Называется Тфилат Ватикин В Талмуде И Они Не Читали Шмай Исраэн Первый Скорбан Потому Что Тот Кто Так Делает Два Качества Во-первых Он должен Цадик И Во-вторых Он должен Еще Молиться В такое Время Тогда Он не должен Читать Это Шмай Исраэн Первый Ну Хорошо Написано А дальше Он продолжает А теперь Он говорит Мы Это Клалут Он пишет Так Клалут Ам Мы Простые Люди Такая Некая Общность Наша Простая Нам Надо Читать Пишет Этот Хайм Виталь Я заметил Что Он читает Орека Дождь Читает Утром Когда Он приходил На Ватикин Читает Что Он читал Шмай Исраэл Это Первое То есть Он не записывал Себя В этих Праведных Людей Он Не записывал Себя Праведных Людей Так Какой Царь От этого Нет Царь Никого А у него Такое Что Он Столько Работал Несмотря На Это Он Еще Был Ана В Адме От Что Считал Себя Клалут Ам Он Это Общий Человек А мы Рядовые Люди И на Практике Он Тоже Не читал А у него Взвешен Подумаешь Читал Не читал Какая Разница Что Трудно Прочитать Я извиняюсь Тоже Мне Это Проблема Есть Проблема У того У которого Все Только Были Отти Каван И Каждое Слово В Сидуре Это Были Целые Миры И Поэтому Лишнее Слово Он Не Собирался Что Лишнее Читать Раз Он Читал Это Было Крайне Гехар Хи Необходимо И Поскольку Он Считал Себя Обычным Человеком То Он Знал Что Если Он Не Прочитает Эта Шма Он Не Сделает Эту Духовную Работу Поскольку Обычный Человек Должен А Праведник Не Должен Поскольку Он Неправедник И Все Так Он Должен Вам Логика Понятна Вот И Клану Клану Там Вы Клану Там Вы Должны Читать То есть Мы Рядовые Люди Что Кто Кто Он Все В Беге Наханился Но Он Не Останавливался Я Не Поним Что Что Я Не 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 Я Не 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 Еще Нес Минут А Нет Мы Еще Не Законим Там Справа Идет Хесед И Поэтому Ор Хамим Слева Там Где Денин И Гакбалот Там Будет Ошер Вековод И Мы Говорили На самом деле Прошлый раз Это Должен Только С левой Стороны Потому Ошер Должен Ограничен У Человека Ошер Это Богатство Если Будет Больше Чем Человек Может Выполнить То Он Погиб Не Тогда От Этого Ошер И Ковод Тоже Если Он Больше Получает Ковод Чем Может Выдержать Он Тоже Погибнет Поэтому Там Кран Стоит Левая Сторона Это Кран Без Крана Это Идет Вода И Зальет Всю Нашу Квартиру Кран Даже Поэтому Ошер И Ковод Через Кран Дается Человеку Это Денин Левая Сторона Написано Бесмола Выдержит Это И Сегодня По ветре В Америке Уже Много Несколько Раз Много Раз Много Может Три Пять Двадцать Раз Люди Не Берут Деньги Которые Выигрывают В лотерее Последний Случай Там 60 Миллион Трусы Хотят Выиграть Может Три Тысячи Доллар Никто Не Дун Никто Не Град Боятся Да Правильно Потому Что Не Знаю Есть Очень Много Примеров Уже Накапливается Лотереи Теперь Они Массовые И Поэтому Доводят До Очень Огромных Сумм Победные Розыгрыши Не на Миллион Долларов А Сейчас 100 150 Миллионов Есть За Супер Лотереи Можно Сыграть Ага Можно Сыграть 100 150 Вот 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 Это Идет 150 А Потом Не Взять Нет Вы Сыграть И не Сажетесь Да Не Взять И там Только Полгода Полгода В Америке Можно Это Смешной Случай Полгода Разрешают Если За полгода Человек Не приходит Он должен Потом Доказать Что Он был Больной Если Он не Может Доказать Теряется Билет И Вот Это Было На прошлой Неделе Пришла Семейная Парочка В последний День Я не помню Миллионов Долларов Сюда Депилила Нет На самом деле Она не знала Что они Выиграли Он знал И он Держался Держался И потом Что такое И Написал Ей Приклеил Этот билет К компьютерному И сказал Я пошел На работу Принимай Решение Сам Год не сработал Год не сработал Может наоборот Не важно Не будем Это вполне Приличными Людьми Будем Надеяться Что у них Все Кончится Хорошо Пришли И получили День В последний День И это правильно Потому что Бесмула Ошер Вековод Ошер Должен Даваться Бомедеду Бомеда Если Боль Человек Выдержит Он сломается Есть Испытание Нищетой Есть Испытание Богатством Каждое Своё Испытание Но Богатством Оно Сильнее Потому что Он может Уничтожить Человека Бедность Не уничтожит Человека Она делает Его жизнь Мизерной А богатство Просто Уничтожает Или что-то Физическое Уничтожает В Израиле Несколько В Израиле Это маленькая Страна Несколько Гибели Так сказать Извиняюсь Несколько Смертей Пришло В связи С выигрышем В лотерии Почему Покупали Супермашины Человек Не может Выиграл Миллионы Покупает Гоночную Машину Не надо Гоночную Конкретный Случай Который Я помню БМВ 6 И нажал На педаль Нажимаясь Чуть-чуть И за 4 секунды Уже 100 км В час Чуть-чуть Больше Уже 150 Чуть больше Уже 200 И на тот Свет И все Увы Сокращенный Очень Путь Выиграл В лотерии А так Где ему БМВ 6 Купить На его Мелкий Зараз Всю жизнь Проработает Мотоцикл Топ Ясно Да Бесмола Ошер Ковод Ну давайте На ковод Мы закончим А как Ковод Уничтожает Человек Это понятно Человек теряет Реальность И он не понимает Кто он такой Все о нем Дефирамбы И прочее И прочее Он теряет Свою личность И все Растает Мало того Он еще и поверил Постоянно А вот это Уже очень плохо Очень правильно На этой вере Мы закончим Такой веры Не надо То На хорошем Качаем Байамин Что там Орехеми У нас Байамин У нас Орехеми Байзрата Шем Через неделю Спасибо Спасибо